Соседские воины с применением холодного, огнестрельного и даже очень неприличного оружия. К нам в редакцию за помощью обратился житель деревни Жажлива. Деревня эта находится на границе Нижегородской области, но относится уже к Ивановской. Дмитрий Тихонов заявил, что хочет придать огласке, происходящее в его деревне, а на местном уровне это сделать не получается. Он говорит, что хотел создать в этой деревне крепкое фермерское хозяйство, но столкнулся с сопротивлением местных жителей. Дом, в котором он стал жить, обстреливают из оружия, а забор рубят топором и творят непристойные вещи. Вот происшествие ночное. Вдоль забора 47 метров. Все листы исколоты, простреляны, исколоты. Здесь у нас кортечь, то есть здесь более интересный, то есть здесь более кучный в данном случае. Эта сторона заваленная, пытались сломать забор. Также изрублен топором. Задача была нанести максимальный материальный ущерб. Нас начали беспокоить антисоциального характера населения. Приходя в наш дом, звонив, стуча громко в ночное время, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Продайте нам водки. Если нет, то отведите нас, где продаются водки, где здесь Соколова. То есть мы понимаем, что речь идет, соответственно, о наших соседях. И мы понимаем, что наши соседи, соответственно, занимаются торговлей непосредственно самой водки. Продолжение следует... Мы обращались с данной проблемой к главе поселения. Глава сказала, что проведет беседу. В общей сложности ничего не изменилось. То есть также продолжалась торговля. В ночное время поступали только угрозы со стороны Соколовой и со стороны Андреева. Мы пишем заявление во все государственные инстанции. То есть в данном случае Роспотребнадзор, налоговая, полиция. Ставим в известность главу администрации района. Мы видим на окошке прямые отверстия от дроби, предположительно, восьмого калибра. И, соответственно, данная Россыпь, то есть Россыпь самой стрельбы, самой дроби, она, соответственно, шла уже непосредственно на сами лаги, на сами балки. Далее, соответственно, мы видим повреждение самой кровли, так как Россыпь ел, это все летело. После всех этих происшествий Андреев Олег Николаевич оголяется, полностью раздевается догола и напротив камеры, которая фиксирует видеофиксацию, становится напротив детского садика и исполняет разрадные действия. Он разделся, голый, слышишь, танцует, ж...у показывает. *** показывает, слышишь? На камеру я снимаю, да. Ну, здесь речь идет просто о том, что бароны, так сказать, алкогольной продукции, бароны, так сказать, сигаретных продаж, то есть они возомнили себя хозяем данного поселения. И, соответственно, ну, решать вопросы по-другому они, соответственно, не умеют. Полицейские данные происшествия, все происшествия фиксируются. То есть зафиксировав данное происшествие, то есть они просто приходят и любезно опрашивают соседа на факт, стрелял он или же не стрелял. Соответственно, сосед говорит, что не стрелял, полицейские собираются и уезжают. Соседи, которых винит Дмитрий Тихонов, утверждают, что они к этим выстрелам отношения не имеют. И свидетелей, готовых подтвердить их алиби, целая деревня. В тот день, когда стреляли, если он на меня тут пишет, я был на свадьбе. Там 60 свидетелей было. А стреляет, скорее всего, он сам, чтобы подставить меня. Потому что он в народе утверждает, что ни я, ни моя жена здесь жить не будем. А через пять лет вся деревня будет ходить строем. Объясните тогда мне причину. Вот смотрите, вот слуховое окно. А вы объясните мне причину, по которой человек приезжает в поселок, в село, в котором нет ни одной камеры, он ставит четырехметровый забор. Вы видите у него навесы со всех сторон? По всему периметру камеры, от чего он скрывается? Так это его право же. Какое право? У нас тут дома не закрывают, двери не закрывают. Мы все знакомы. Он что-то боится, он от чего-то скрывается. А конфликтов, в принципе, какого не было. Вот грядки у нас. Жена посадила морковь повеснее. У него собака, Алабай, великан. Прибежала и топтала грядки. Я ему просто позвонил. Дима, говорю, убери собаку, а то я ей по башке что-нибудь шлю. Все. Два года мы вообще с ними общались. Так у вас из-за чего конфликт пошел? Из-за собаки или из-за чего? Да из-за собаки. Но я опять же, я броско убери. У нас конфликта никакого не было. У нас с нашей стороны. Мы с ним ничего не писали. Он на меня написал 17 заявлений. На его 12. Утверждение, что вы торгуете, ну прямо скажет, из-под полы алкоголем и табачной продукции. Чушь собачья. Нет, здесь к вам никто не ходит. Никто не ходит? Нет. Дмитрий нам предоставил видеозапись, где вы в обнаженной перед камерой танцуете. Я танцевал, вот здесь для своей жены стриптизе. Я не могу своей жене танцевать. Хотите, я вам станцию. Мне вообще по барабану. Чтобы зафиксировать рубленные и огнестрельные повреждения, нанесенные дому и забору, была вызвана полиция. Правда, вызов этот далеко не первый. Неоднократно местный житель Дмитрий обращался. То, что на его жизнь покушается. Вот там есть пылевые отверстия, то есть по его дому стреляли. Вот здесь вот мы видим, что изрублено чем-то топором. Что вообще предпринимается? Вы слышали про эту историю? Нет. По данному факту я выехала так, нахожусь, грудь песок. Дежурный следователь. В моем производстве нет уголовных дел. Ну вот неоднократно обращался в полицию. Почему вы ничего не предпринимаете? У меня нет ответа по этому факту. Мне он неизвестен. Вообще, что вы будете предпринимать? Ну вот тут стреляют по дому. Я произведу осмотр места происшествия. Мой помощник участковый возьмет объяснение с потерпевшего. Потерпевший нам, наверное, скорее всего, напишет заявление. То есть нам нужно будет допросить человека, его соседа, я так поняла, на которого он нам укажет. То есть мы его опросим. Опросим тех, с кем он проживает. Это будет собранный, ну не совсем пока собранный материал. Доставим его в отделение полиции. Кстати, Дмитрий Тихонов из-за всего произошедшего уже бросил мысль о создании крепкого фермерского хозяйства в этой деревне. Он и его семья просто боятся жить в этом доме, который то обстреляют, то топором порубят. Они переехали в близлежащий городок. Виновных установить правоохранительные органы так и не могут. Продолжение следует...